Добрый день! Вы на канале «Кто есть кто?» С вами Виктория Свет и рядом со мной Владислав Шнайдер. Владислав — это магистр квантовой психологии. Владислав, добрый день! Добрый день! Владислав, я знаю, что это одно только из направлений твоей деятельности. Расскажи чуть поподробнее, чем ещё ты занимаешься? Я занимаюсь псионикой, изучением, исследованием сверхспособностей людей. Мне это очень нравится, поэтому я как подхожу к этому делу с душой, с энтузиазмом. Всегда находятся люди, которые хотят, чтобы я их проверил, узнал что-то о них, то есть рассказал им что-то о себе. Основой этого всего методология, развитие интеллекта, развитие психики, развитие как характера, так же и эго. И все эти системы, они присущи любому человеку. Владислав, ты сказал о том, что есть сверхспособности у людей. А что это такое? Сверхспособности в моём понимании — это способности, которые выходят за рамки обычного понимания каждого человека. То есть это способности в осознании, способности в сканировании других людей, ощущении, ясновидении, яснослышании, яснознании, ясночувствовании. То есть это способности, которые связаны с развитостью как психического аппарата человека, так и его физиологии. Надо сказать, что наше тело — это фактически мощный квантовый биоэнергетический компьютер, который с детских лет развивается. То есть ребёнок, когда рождается, у него есть искра такая Божия, то есть его сознание, его разум. И это сознание начинает изучать физическое тело ребёнка, просматривая, понимая, что есть уши, есть глаза у ребёнка, есть органы восприятия чувств. Это как бы общепринятое. Но ещё ребёнок имеет намного больше органов чувств, он ещё и как бы эмпатии, он чувствует своих родителей. За счёт этого он берёт их энергетику, берёт активацию их мозга, за счёт этого настраивается его сознание, развивается, интеллект продвигается. И появляются способности, характерные его роду. Также это паттерны родителей, личностные паттерны, поведенческие паттерны. Всё, что связано именно с этим. Вот скажи, пожалуйста, вот как в обычной жизни ты применяешь свои собственные знания и навыки? В обычной жизни я стараюсь развивать себя и развивать остальных. Почему я это делаю? Потому что мне это очень интересно. Это интересно моим друзьям, это интересно людям, с которыми я занимаюсь, которых я продвигаю вперёд, с которыми мы дружим, идём по жизни вместе. Потому что эта основа даёт им стабильную базу в росте. То есть всё, что я делаю, каждое исследование или некий трансформационный курс, это всё базируется на определённых системах, как методологии, так и других системах осознания, восприятия. В результате выстраивается каскад событий, когда человек всегда в абсолюте, в абсолютной реальности, то есть он растёт в своих способностях. У него усовершенствуется дар восприятия, осознание, чувственности, сканирование, его способности к просмотру, например, и сновидений, работа мозга. Мне просто как технологу, мне интересно даже, чтобы у человека правильно работал мозг, правильно настраивались частоты, он видел красивые, яркие сны. То есть всё, что с этим связано. У каждого человека свои способности. Генетика у всех разная, поэтому нет одинаковых людей. То есть получается, если человек развивается изнутри, меняется изнутри, то и меняются, соответственно, и внешние все события, и можно сознательно менять себя изнутри и запускать каскад каких-то событий в своей жизни. Совершенно верно. Ты сделала как правильное взаимоключение. То есть наши чакры — это проекция внутренняя, проекция внешнего нашего мира. Они фактически показывают, что у нас происходит снаружи. Также наша энергетика, то есть которую мы проецируем частотами, она настраивает пространство. Наше ясновидение, если оно развито, сила мысли, она развивает, формирует пространство, потому что многие события, они формируются на самом деле сперва на тонком плане, а потом происходят в жизни. Так вот работают, например, предсказатели, ясновидящие. Они видят на тонком плане какое-то событие, а потом это событие приходит в жизнь, и все удивляются, откуда это приходит. На самом деле это связано с развитостью этого человека, его мозга, сознания, памяти, его интеллектом. То есть это механизмы, которые я изучаю. А вот смотри, можешь порекомендовать что-нибудь, допустим, там сидеть, визуализировать, и значит там будут какие-то события в жизни? Или нужно еще что-то делать? Это хороший вопрос. Визуализация — это одна из техник, которая дает в дальнейшем возможность и управления этой реальности, то есть ее проецирования. То есть когда вы визуализируете, вы фактически развиваете свое сознание. У кого-то это получается спонтанно. То есть он просто загружает себе восприятие, что ему нужно вот так, ему нужно интересно, чтобы произошло это событие, он хочет что-то купить, он хочет что-то сделать, он хочет посетить какой-то музей. То есть мы не задумываемся, откуда это все приходит. Это опять же наше чувство, восприятие, как мы к этому приходим. Когда мы выстраиваем правильный каскад событий, то есть правильные события, закладываем базу, фундамент этих событий, у нас все происходит великолепно. Но мы не задумываемся, что мы на самом деле сначала пришла мысль, и откуда она пришла, эта мысль. То есть она появилась, и происходит потом событие. То есть вот ты как специалист по мышлению, сейчас очень популярна тема позитивного мышления. Вот что ты можешь сказать, хорошая эта вещь, нехорошая, стоит на это обращать внимание, или может быть стоит заниматься какой-то другой энергетической практикой. Это древние системы здравословия, здравомыслия, здравия, если вам это знакомо понятие, то есть быть здравым. Когда человек правильно говорит, мыслит, у него соответственно и реальность настраивается более великолепно для него. Он здоровый, он крепкий, у него проецируется событие более правильно, потому что когда человек посылает в космос, скажем, в пространство правильную энергетику, к нему приходит назад и правильное событие. Если он, конечно, посылает какую-то ненависть или ощущение негатива, то к нему приходит из пространства и негатив. Поэтому когда человек в правильных, здравых восприятиях, к нему приходит все великолепие, то есть и вся вот эта вот интересная реальность. Ну вот я слышала, что люди рождены на Земле, чтобы процветать, быть здоровыми, счастливыми, благополучными, жить в изобилии. Вот ты придерживаешься этой философии или у тебя там философия, допустим, преодоления препятствий? Или ну вот какая философия у тебя? На планете существует несколько программ, которые развивают человечество, несколько структур. Фактически мы находимся в своего рода симуляторе реальности, когда мы развиваемся сами, развиваем других. То есть в зависимости от того, где мы живем, в какой культурной среде, либо это кармические программы, что присуще, например, Индии. То есть там запускаются процессы, такие как понимание, проработка кармы. С чем это связано? Есть определенное энергетическое тело, кармическое так называемое, в котором могут прописаться частотно программы воздействия на свой внешний мир. Если там очень много этих частот, различных активаций, то есть можно прорабатывать в циклах развития эту реальность, в которой тебе что-то надо совершить, сделать, пойти, добиться. Если человек находится, например, в славянском мире, то есть издревле у нас нет вот этого кармического, потому что у нас реальность была предусмотрена, что у нас здраво это сове, здраво мысль. То есть мы более в чётких были восприятиях, когда мы сами, даже в ведической культуре, это осознание ведания, что произойдёт, что происходит, куда это идёт, зачем это сделано, то есть предвидение будущего за счёт правильных восприятий и формирование событий. За счёт этого такая огромная территория, потому что наши предки были очень сильны сознанием, интеллектом, поэтому у нас такая большая Россия. Владислав, а к чему ты стремишься в своём развитии? Вот что значит, вот ты можешь, мог бы сказать, что вот я развился, я теперь совершенный, я теперь вот прям вот царь и бог, вот какой твой идеал, к чему ты идёшь? Ну, я развиваюсь в абсолютной системе, то есть я стремлюсь именно к совершенствованию, то есть я систематично как развиваю себя и развиваю остальных, то есть я общаюсь с новыми людьми, я подчёркиваю особенности их, их способности, выделяю признаки этих способностей, их определяю, генетику этого человека и смотрю, чем можно дополнить вообще систему развития, которой я занимаюсь. В результате, всё, что я нарабатываю, я уже передаю и другим людям, которые ко мне приходят, и по системе мы развиваемся в абсолютной структуре, то есть не в структурах падения, когда упадок идёт энергетики, а в структурах, наоборот, нарастания способностей и дара, и его трансформации. Что я достиг? У меня много очень общественных связей, у меня очень много друзей, знакомых по всем странам мира, которые интересуются этим, хотят, во-первых, в первую очередь узнать себя, понять себя. Для этого я предоставляю всегда бесплатную диагностику, минут 10, то есть я просто общаюсь с человеком, с ним знакомлюсь, и я ему говорю просто, что я вижу, и как правило, на 99,9% это совпадает с тем, что у него самое есть. Поговорим за кадром об этом, очень любопытно и интересно. В прямом эфире я тебе могу показать одну вещь, то есть я могу тебе показать психокинез, то есть это продвинутый телекинез. Смотри, у каждого человека мозг работает только на 5-6%, как правило, гипофиз работает вообще на 3% у каждого человека. Вот смотри, я тебе могу поднять работу мозга гипофиза. с удовольствием, прям уже все. Сейчас у тебя гипофиз работает на 3%, я поднимаю тебе работу твоего гипофиза на 4%, поднимаю работу гипофиза еще на 1%, 5%. А как я это почувствую? Ну, сейчас ты мне скажешь, что ты вообще чувствуешь, что я просто как фиксирую, вот я тебе говорю, а ты мне скажешь, что ты чувствуешь. Хорошо. Поднимаю работу гипофиза твоего на еще 1%, 6%. Поднимаю работу твоего гипофиза еще на 1%, 7%. Чувствую, что сейчас пойдут аварить и создавать. В этот момент у тебя раскрываются способности мозга, твое сознание формируется заново, твой интеллект повышается, кровоснабжение мозга увеличивается. А вот сознательный человек сам может это делать? Или это только специалист такого уровня, как ты можешь сделать? Для того, чтобы делать это сознательно, это надо иметь такие способности, которые уже тебе дают право воздействовать на физическое тело человека и на эту реальность. Смотри, а все способны или есть только ряд избранных людей, которые могут этим заниматься, как вот ты, допустим? Все люди, которые стремятся развить саму систему, продвинуть ее, и правильно это делают, то есть они получают, конечно же, определенные механизмы в каскаде событий. Когда у них появляется этот каскад событий, они понимают в стремлении, что они делают, зачем они это делают, для кого они это делают. Соответственно, идет энергетический позыв, посыл развития этой всей структуры. Вот смотри, обычно люди хотят выйти из системы, чтобы быть свободными, осознанными, а ты вот говоришь про систему. Может быть, какие-то разные вещи под этим подразумевают? Это и дает возможности выйти в результате из матрицы. Для того, чтобы выйти из матрицы, надо, конечно же, ее сначала изучить, понять, осознать все механизмы. А потом как бы вышагнуть из нее. Потом вышагнуть из нее. Вот смотри, у тебя сейчас сознание, оно сформировалось по-другому уже, у тебя восприятие другого. Что ты чувствуешь сейчас, скажи мне? Я чувствую воздействие в области головы. Порог чувствительности очень высокий, поэтому я чувствую. Вот смотри, вот ты восприятие сейчас другой реальности. Вот скажи мне, что ты именно чувствуешь от восприятия вокруг? Все преобразились и стали прекрасны. Понимаете, что это такое? Мозг получил дополнительную силу, и в этот момент ты уже осознаешь реальность на другом уровне. Вуаля. Переходите, записывайтесь. А представь себе эту трансформацию, если это в десятки раз увеличить. Ты осознаешь звезды, ты осознаешь космос. Да, я сразу вспоминаю фильм, где Брэдли Купер играет главную роль, и он выпивал таблетку, и у него мозг начинал работать на 100%, там даже, может, на 120%. Это что-то типа вот этой таблетки, да? Это как раз таки и есть осознанность, но просто есть природные системы, наши силы, то есть наши энергетики, а есть какие-то элементы, которые достигаются искусственным путём. Я за природные моменты. Владислав, спасибо тебе большое, что ты был у нас на программе. Пригласим тебя ещё и в другой раз. Пожалуйста, наслаждайся новой реальностью. Спасибо.